Всем привет! Это канал для тех, кто изучает русский как иностранный. Если вы носитель русского, рекомендую вам не тратить своё время и закрыть видео. А если вы иностранец, который изучает русский, возможно, вам захочется включить субтитры или скачать транскрипции на Патреоне. Транскрипции к моим видео и подкастам содержат ударение и перевод на английский язык. В этом видео я поделюсь полезной лексикой, связанной с темой выборов, и задам вам несколько вопросов. Кошка Муся мне в этом поможет. В марте 2021 года Российская Государственная Дума приняла закон, который позволяет Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты. Думаю, что вы уже видели промежуточные итоги, согласно которым Владимир Путин набрал более 87% голосов на выборах, что позволит ему остаться на пятый срок и управлять страной до 2030 года. Давайте расскажу о том, как проходили выборы. Участки для голосования открылись по всей стране в пятницу 15 марта. У избирателей было три дня на то, чтобы поставить подпись за выбранного кандидата. А в 28 регионах России граждане также могли принять участие в дистанционном электронном голосовании. Для справки, если я не ошибаюсь, до 2019 года электронного голосования в России не существовало, а до 2020 года голосование в избирательных участках проводилось только один день. Я немного скучаю по тем временам. Чтобы проголосовать, нужно узнать номер своего избирательного участка, который определяется по адресу прописки. В бюллетене для голосования было всего четыре фамилии. Действующий президент и три его оппонента. Вице-спикер Думы из «Новых людей» Владислав Андреевич Даванков, 1982 года рождения. Глава либерально-демократической партии Леонид Эдуардович Слуцкий, 1968 года рождения. И депутат от Коммунистической партии Николай Михайлович Харитонов, 1948 года рождения. Остальных кандидатов на выборы не допустили. Им или отказали в процессе регистрации, или после того, как они принесли подписи сторонников. Некоторые кандидаты сами отказались от участия, то есть сняли свои кандидатуры с выборов. Давайте откроем сайты кандидатов и ознакомимся с их программами. Особенно посмотрим на их отношение к нынешней ситуации. Как утверждает Владимир Даванков на своем сайте, пришло время новых. Цитирую. «Мы выбираем умную и свободную страну равных возможностей, в которой каждый может добиться успеха». Даванков предлагает нам альтернативу. Выступает за, цитирую сокращениями, «мир и переговоры, но на наших условиях». Интересно, что это за условия. Качественное образование и медицину, свободу слова и мнений вместо нетерпимости и доносов, открытости и прагматизм вместо поиска новых врагов. Программу Владимира Владимировича Путина на его сайте я не нашла. Зато представлено несколько агитационных видео, в которых, как и на прежних выборах, рассказывается о безработице, упадке производства, очередях и неопределенности 90-х. «Мы выбираем «уверенность в завтрашнем дне», говорится в ролике. Цитирую. Кто обеспечит развитие? Кто гарантирует стабильность? В ком вы уверены? Только в нём. Голосуйте за того, кому можно доверить страну. Интересно, что в ролике ни разу не называют кандидата по имени. Кстати, и на агитационных баннерах, которые можно было увидеть в городе, не было фотографии Путина. Если другие кандидаты смотрели на нас с плакатов, то на баннеры Путина были изображены достопримечательности городов России. Например, «Медный всадник», памятник Петру Великому, установленный в Петербурге в 1782 году. Как вы думаете, почему Владимир Владимирович не хотел быть изображён на своих баннерах? Почему не было его фотографии? Давайте теперь откроем сайт Леонида Слуцкого. Кандидат приводит семь главных инициатив, которые называет самыми важными для России. И на первом месте, цитирую, «окончательная и скорейшая победа». Кандидат призывает к решительному штурму. Помимо этого, развитие регионов, борьба с бедностью, помощь малому бизнесу. И последний кандидат, Николай Харитонов. Похоже, не создал сайт. По крайней мере, я его не нашла. Лозунгом коммуниста стала фраза «Поиграли в капитализм и хватит». Из того, что я прочла, Харитонов выступает за развитие промышленного и сельского хозяйства, трудоустройства по специальности, увеличение пенсий и зарплат. И его взгляды на военную операцию похожи на взгляды Леонида Слуцкого. Он очень категорично высказывается в дебатах. Что думаете о программах кандидатов? За кого вы бы проголосовали? Вы бы стали голосовать против всех, то есть портить бюллетень. Расскажу о своем опыте голосования. В пятницу и субботу я работала, поэтому пришла на избирательный участок в воскресенье. Нужно было пройти через рамку металлоискателя и показать полицейскому содержимое сумки. Подразрительные предметы изымались. Например, девушку, которая была передо мной, попросили оставить бутылёк с жидкостью для вейпа. Далее я прошла в аудиторию с нужным номером, расписалась в журнале напротив своей фамилии. Мне выдали бюллетень, и я вошла в кабинку для голосования. После я свернула листок и отправила его в урну для голосования, рядом с которой сидел скучающий полицейский. Интересно, что в журнале было очень мало подписей. Примерно три человека из нашего дома, чьи имена были указаны на странице, проголосовали до меня. Как вы думаете, почему остальные не пришли на выборы? Хотя, может быть, они пришли, но чуть-чуть позже. Вы считаете, что участвовать в выборах долг гражданина страны? Что вы думаете о результатах? Буду рада вашим комментариям. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. В Телеграме я опубликую фотографии, которые возьму из интернета, чтобы проиллюстрировать новую лексику. Поэтому переходите по ссылке, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Спасибо моим патронам и тем, кто досмотрел это видео до конца. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!